В баджан будем петь шуда баката. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Процесс Шаронарити включает в себя шесть ступеней, и Бхаттин Ахтапур писал песни, которые описывают каждую из этих ступеней. И песня, которую мы сейчас спели, посвящена первой ступени Шаронарити, Анукуриаси Санктопа, принятие всего благоприятного и предыдущего. И в этой песне, упомянутой Икадашем, сегодня Икадашем, поэтому очень много приятно. И во втором ступене этой песне поется Мадаватитхи Бхакти Джанани, святые дни, как Икадашем и Икадашем, это мать-преплость. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Украшивание всеми божественными качествами. Этот ребенок, подобно Господу пришли. Следующий по его словам. Что касается щедрости. Что касается щедрости. Яйати, яйати, эй-ан, ка, наармика, о религиозности. В период Аминтарии, Сулахопады. В последнем наставлении Бхаговадиха Господь же Кришна говорит, что нужно оставить все и следовать только по его стопам. Не слишком разумные люди к своему несчастью не принимают это великое наставление Господа всерьез. Но тот, кто по-настоящему разумен, сразу усваивает это возвышенное наставление. Получает тем самым огромное благо. Глупые люди не понимают, что качества приобретаются вообще не. Это справедливо даже в материальном смысле. Соприкосновение предмета с огнем делает его горячим. Следовательно, общение с Верховной Личностью Бога позволяет человеку приобрести качество Господа. Как мы уже говорили, благодаря тесному общению с Господом можно приобрести до 78% положительных качеств Господа. Следовать наставлению Господа значит общаться с Господом. Господь не является материальным объектом, для общения с которым необходимо ощущать его присутствие. Господь постоянно прибывает просуды. С ним вполне можно общаться просто следуя его наставления. Так как Господь и его наставления, так как Господь и его имя, слава, качество и окружение являлись абсолютным знанием, рождественным друг к другу. Махараджа Парикшит общался с Господом, не еще находясь в очеребателе, и продолжал общаться с Ним до конца своей великой жизни. Поэтому он в полной мере обладал всеми основными положительными качествами Господа. Ран-ти-дэ-ва. Этот царь древности, живший до времени, описывал его Махамхарати. О нем Махамхарати упоминает Награда Муни в своих наставлениях Санджаи. Он был великим сарем, славился гостеприимством и тем, что раздавал пищу. Даже Господь Шейкришна превозносил его чадры пожертвования и гостеприимства. Великий Василий Штамуни благословил его за то, что царь подал ему стакан холодной воды. И так царь достиг расти планеты. Он обеспечивал лишь водами, оленями и сцены, и за это мудрецы благословили его исполнением всех его желаний. Хотя по рождению он был к шатрею, он никогда в жизни не ел мясо. Он оказывал особое местоприимство в Василий Штамуни, и по одному его благословению смог попасть на высшую планету. Он один из тех праведных царей, имена, которые вспоминают ужин и вечер. Я-я-тима. Великий император всего мира и прародитель всех великих народов мира, принадлежащих паре индоевропейской семье. Он был сыном Ахарабжи Нахуши и стал императором всего мира, благодаря тому, что его старший брат стал великим, освобожденным, святым мистиком. Он правил миром в течение нескольких тысяч лет и совершил много же на приношение. И добрым делом, вошедшим в историю, хотя в юности отличался страстностью, и был героем многих романтических историй. Он влюбился в Деваяни, в любимую дочь Шукарчари. Деваяни хотела выйти за него замуж, но он вначале отказался принять ее, поскольку она была дочерью Брамана. Согласно шастрам, дочерью Брамана мог жениться только Браману. В те времена люди очень старались предотвратить появление наследства Ахасанкары. Шукарчари внес изменение в закон, запрещавший подобные браки, и убедил императора Яяти взять Деваяни в жопу. Подруга Деваяни по имени Шармишка тоже была влюблена в императора, и поэтому отправилась в обместе с Деваяни. Шукарчари запретил императору Яяти приглашать Шармишку в свою спальню, но тот не смог строго исследовать его казани. Он тайно женился и на Шармишке, и она развела его сына. Когда это стало известно Деваяни, она ушла от него к своему отцу с жалобой на него. Яяти был очень привязан к Деваяни и отправился за ней во дворец своего тестя. Шукарчари в гневе проклял его, и он стал импотентом. Яяти стал уволять тесто, снять с него проклятие, но мудрец предложил ему попросить юность своих сыновей, с условием, что он не станет старым, если к нему вернется его мужская сила. У него было пятеро сыновей, двое Деваяни и трое от Шармишки. Пятеро его сыновей, Яду, Томасу, Трухью, Арду, Буру, дали начало пяти знаменитым родам. Ябду, Ябонов, Турок, Боджи, Млечков, Греков и Пауравов, которые расселись ко всему миру. Благодаря своим добрым делам он достиг трайских планет, но пал оттуда из-за того, что стал похваляться своими добродетелями и критиковать других великих куч. После его падения его дочь и внук отдали ему свой запас праведности, и с помощью своего друга Шири и внука он вновь поделся в небесное царство, встав над ним из шведов собраний на Марадже, с которым и пребывает сейчас один из его преданков. Он совершил более тысячи различных жертвоприношений, Федор раздавал милость в нем и был очень влиятельным царем. Его царская власть распространялась на весь мир. Самый младший из его сыновей согласился на целую тысячу лету отдать ему свою юность. Когда его беспокоили эротические желания, со временем он отрешился в мирской жизни и вернул юность своему сыну Пуру. Он хотел передать царство Пуру, но его подданные царепорцы не соглашались на это. Тогда же он написал о величии Пуру. Они согласились принять его как царя. После чего Эпиратом Леяди оставил сегодня жизнь и удалился в лес. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 но там также всегда можно строить другие формы. Манмана Бхава Матбакто, there is the most confidential knowledge described in the Bhagavad Gita at the end of the ninth chapter, where Lord Krishna says, Манмана Бхава Матбакто, Мадьяджи Мам Намаскару, Маме Ващи Ати, Бхайвам Атманам Матбарайна. Engage your mind in thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me, and worship me. So these four instructions are there, this is the most confidential knowledge. Бхагава Матбакто, который называется Санна Секретное Знание, Krishna дает еще одно удивительное наставление, которое содержится в этом стихе Манмана Бхава Матбакто, Мадьяджи Мамамаскару, что станет моим преданным, поклоняйся мне, Манмана Бхава Матбакто, Мадьяджи Мамамаскару, погониц передо мной, и так ты непременно придешь ко мне. Lord Krishna himself was cautious about setting the example to everyone. When he was living in Dwaraka, he was a very beautiful ruler, going every day to the assembly and attending to the affairs of the state. Krishna достаточно сознательно показывал свой пример. Например, когда он жил в Dwaraka, то он исполнял свои ежедневные обязанности надлежащим образом, все то, что касалось его отношений с царицами, с приборными, все было на большом уровне. And in the Bhagavad Gita, in chapter 3, Lord Krishna speaks about the importance of performing one's duty, and he said, if I did not perform my prescribed duty, then certainly everyone who follow me and the whole world would be ruined. Krishna speaks about the importance of performing the обязанностies. Krishna speaks about himself, that if I did not perform all the обязанностies, they would be destroyed. Arjuna had argued that if he took part in the battle, it could be the cause of Varnasankara, there could be unwanted progeny as a result of it. And so Arjuna was arguing that I don't think I should take part in this battle. Arjuna выдвигает argument Krishna, объясняя свое желание сложаться тем, что если эта битва свершится, то на свет появится множество нежелательного потомства, Varnasankara, женщины не будут защищены. But Lord Krishna points out that if you don't do your duty, then that will be the cause of the unwanted population. А так как Krishna ему вторит, что если ты не исполнишь свои обязанности, то это тоже станет причиной нежелательных тенденций. все гляди на тебя тоже будут пренебрегать своими обязанностями, и все эти рада, они тоже придут в упадок. Итак, Кришна был задачей тем, чтобы все люди исполняли свои предписанные обязанности действия на ближайшем образом. И Махараджа Барикшет предстоит стать образцовым примером такой личности, которая будет следовать простоплану его. И Шила Прабхупада говорит, что это то, как мы общаемся с качество Кришны. И вследствие этого общения мы приобретаем или перенимаем качество Кришны. И хотя мы никогда не сможем обрести все качества Кришны, но 78% это качество развить можно. 78% от 50 качеств то есть 64 которыми облагает Господь. И Рупа Госвами описал эти качества, что живое существо может развить вплоть до 50 и Господь Брама является именно этим примером. Мы все обрабатывания Кришны будут социализированы через его инструкции. Итак, общаясь с Господом Кришной мы будем развивать все эти качества благодаря исследованию Его знания. Например, в общении с Гуру есть два способа взаимоотношения общения, вани и вагов. Вагов означает общение в физическом присутствии. Вагове И так где есть целаку физическое присутствие и отбивание и общение с Дуру через наставление, и в предисловии Шима Бхагавана Шлабхарапада посвящает свой труд своему Духовному Учителю, говорящему Духовному Учителю, он живет в своих остатках. И так как у каждого из нас есть возможность посредственно общаться со Шлабхарапада и слушая его настроение. Прабхупат говорит, что аспект вапух, физическое непосредственное общение, это такой временный аспект, но аспект вани, общение через слушание на наставление является вечным аспектом. Так мы являемся Прабхупатом другами, теми, кто общается с ним, слушая его поставления. И Шлабхупат, в свою очередь, следует своим Духовным Учителем и в конечном счете умыслами следует апостопам госпитатичным. Следующая личность, которая сравнивается с Махараджан Парикши, это Ранти Берман. Здесь сказано, что по своему великодушию он будет раден ему. Махараджан Парикши, который был описан в Сримар-Бхагаве-таме. В Сримар-Бхагаве-таме мы слышим о том, что произошло в палате Махараджан Парикши. И так здесь, в следующем стихе, история Ранти Берман упоминается очень коротко, более развернута. Она будет в конце Шлабхупат в этом рассказываться. И из этой истории следует, что однажды Ранти Берман вместе с членами своей семьи, проходясь со своими подцами, постился. И в какой-то момент подошло время для того, чтобы выйти из поста, и были приготовлены необходимости. Прямо перед тем, когда им нужно было выходить из поста, у них во дворце появился друг Бхагава, который обратился с просьбой «Пожалуйста, покормите меня». Махараджа Ранти Дева был настолько великодушен, что он никогда никому не отказывал. И, слушая, возьму Брамана, сказал «Да, конечно, здесь уже все приготовлено, бери это». И Брамана за половину приготовлены миши. И потом, после того, как Брамана умерла, потом появился Судра. И Судра тоже попросила что-то едва. «Я очень голова, я не ел едва много едва. Пожалуйста, можете дать мне что-то едва». Вслед за этим Браманом появился Судра, который стал тоже говорить, что «Я долгое время ничего не ел, но опыт мне что-то дать». Итак, то, что осталось после того, как Брамана вкусил, он отдал целиком этому шуту, то есть вторую половину. Это единственное, что оставалось для того, чтобы нервать пост, это была вода. Но вдруг из грец появилась еще одна личность, это был Чандала, который пришел с собакой. И он начал посчитать, что он голодный, испытывал жажду, мог бы их что-то нам дать. Все, что у него было, это была вода, и он напоил этой водой этого Чандала с собакой. И в Махараджи Девы внутри не было никакого сожаления, он целиком был готов удовлетворить других исполнительных желаний. Так что, как Шрима Бабхаттам описывает, что эти разные люди, которые все пришли, молчали от Ран-Ти-Ди, это были действительно деми-гоги, которые пришли к тесту Ран-Ти-Ди-Ди-Ди. И потом дальше объясняется, что все эти личности, это в действительности были глупоги, которые являлись перед ним для того, чтобы испытать его мощь и отрасли. В ведической традиции считается, что если к вам приходит незваный бой, то это вполне может быть какой-то полупог, который испытывает вас на щедрость. Если вы приготовили какую-то пищу и уже готовитесь кушать, но вдруг слышите раздающийся стук в дверь, вы знаете, что, возможно, это какой-то полупог. Итак, Ран-Ти-Ди был очень щедрым, великодушным, добрым. Он думал лишь о том, как позаботиться о других и не спорить о себе. И здесь в комментариях говорится, что он никогда в своей жизни Ран-Ти-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди. Иногда мы слышим, как какие-то кшатры, иногда охотятся, принимают в пищу мясо, но Махараджа Ран-Ти-Ди-Ди-Ди было очень много чистыми кшатрами, он никогда не делал мясо. Следующая личность, которая здесь упоминается, Махараджа Ран-Ти-Ди-Ди-Ди. Здесь Царь Каликшид сравнивается с ним, что по религиозности своей он уподобится Махараджа Ран-Ти. Махараджа Ран-Ти также упоминается в Шримад Бхагаватаме. Он довольно цветная личность. Он имеет интересный праздник, он имеет некоторые проблемы в его христики. Махараджа Ран-Ти это личность, описывается также кожа на Шримад Бхагаватаме, это такой очень колоритный персонаж, он сталкивался с определёнными сложными ситуациями. The way it's described here in Prabhupada's purport is a little different from how it's described later on in Śrīmad-Bhāgavatam. Интересно, примечательно, что то, как Śrīmad-Bhāgavatam описывает некоторые эпизоды из его жизни в сегодняшнем комментарии, немного разница с тем, что описывается в самом Śrīmad-Bhāgavatam позже. So Śrīmad-Bhāgavatam describes how these two ladies, Devayani and Śrīmista, they were friends, they were associating together, and they come to bathe, but then somehow the clothing got mixed up. One girl is Devayani, she's the daughter of Tsukhrācārya, the daughter of the Brahmin. Tsukhrācārya is the guru of the demons. And Śrīmista, she's the daughter of a shātriya king. So, Devayani and Śrīmista, they were friends. And one day, they went to a certain moment. And one day, they went to a certain moment. And one day, they went to a certain moment. And one day, they went to a certain moment. They went to a certain moment. Devayani was the daughter of Tsukhrācārya, the daughter of Brahmin, and Śrīmista was the daughter of Shātriya. So, these two girls, Devayani and Śrīmista, they had gone bathing. And, you know, they were naked bathing. And then, when they came back to put their clothes on, somehow, Devayani put on Śrīmista's clothes. And it was not appreciated. They had a fight. And this Śrīmista knocked Devayani into the well, while she was naked. She was naked. So, the scene was like, that they took the moment, and they took the moment, and they took the moment. And here, suddenly, they came back to the Mahārājāviyyāti. And, as they saw him, they started to see him, and they started to see him. And so, Devayani took the moment, she took the moment, and they started to talk about the events. and they started to see him. and they started to see him, And, in a way, he was able to see him, and they hit him, and he hit him. So, Devayani got her into the well, and she just went away and left her there, in the well. My pleasure. Шамриста сбросила Дэваяни в этот колонец и развернулась в ушла, а она осталась там на краю. И через какое-то время к этому колодцу подошел к Махараджа Яйати, желая добиться воды, и заглянув уже в этот колодец, он вдруг увидел председатель. И так Дэваяни была очень привлекательной девушкой, и Махараджа Яйати, увидев ее, привлекся к Махараджа Яйати. Она в свою очередь тоже привлеклась к Махараджа Яйати, потому что мы были там Шатри, императором. И Дэваяни сказала, что ты должен принять теперь меня своей женой, потому что ты увидел меня на бой. Махараджа Яйати. Но есть проблема, потому что она была дочерью Брамана. Однако проблема была в том, что она была дочерью Брамана. Махараджа Яйати, согласно традициям дочерью Брамана, могла выйти замуж только за Брамана. Что касалось Махараджа Яйати, то мы были такие же усуждения, что он был Шатри, но мог жениться только на дочери Шатри. Так очень важны качества, которые приобретут дети. И, конечно же, Махараджа Яйати и хотел брать жену дочь Брамана, хотел брать жену дочь Шатри, чтобы родившееся и появившееся потомство имело выраженное качество Шатри. В противном случае было непонятно, что происходит. Мы знаем историю, как господи Баларама убил Рома Харшану суту, которую он излагал Бхагаватам в собрании мудрецов. Господи Баларама считал, что этот человек был горден. И Господи Баларама также понимал, что Рома Харшан был из отдельной классы, он был не просто Браман. Господи Баларама увидел, что Рома Харшану суту возгордился. Сам Рома Харшану суту происходил из смешанной семьи. И, зная, что он появился на свет из смешанной касты, Господи Баларама решил покончить с ним. И вот здесь Махараджа Яйати, он был предупрежден, чтобы исправить Девайани. В любом случае он пошел увидеть своего рода, Сукра-чария. И Сукра-чария сказал, что можно исправить мою дочь, но надо быть верным к ней. Итак, Махараджа Яйати сопротивлялся и не хотел женится на дочери Шукра-чарии. И они пришли к Шукра-чарии. И Шукра-чария, узнав обо всем, сказал, что, знаешь, ты все же можешь взять жены, мою дочь, но ты должен быть откровенен, честен с ней. И Шукра-чария понял, что Шукра-чария, по своей природе, имеет склонность общения с множеством женщин, имеет порой множество жен, и Шукра-чария хотел предупредить его о верности. Итак, Шукра-чария согласен, что его дочь могла исправить, но он хотел Яйати предупреждать, что он не имеет отношения с другими женщинами. Итак, Шукра-чария замерила его в том, что он может взять жены и его дочь, однако у него больше не должно быть никаких отношений с другими женщинами. Итак, за то, что Шукра-чария сбросила в колодец свою подругу Деваяни, она была наказана. Заняя сестра в том, что она выполняла роль служанки Деваяни. Итак, когда Деваяни вышла замуж за Яйати, с ней вместе была ее служанка Шармишка, и когда Яйати увидела ее, то он привлекся ей тоже. И так, Яйати находился в обложении нескольких женщин. Так или иначе, у Мишт и Яйати возникло общение, отношения, и впоследствии родился ребенок. Так или иначе, когда Деваяни обнаружила, что ее мужик был в отношениях с Шармишкой, то она была очень смешной, она была очень гордой. И она вернулась, крича к ее папе, Шукра-чарии. Деваяни в какой-то момент узнала, что оказывает свое мужик вместе с придомными делами и ее служанкой. Она была разбита этими известиями, и она отправилась к своему слову, к сказанию. Шукра-чария, узнав об этих новостях, точно же проклял Яйати, сказав, что «ты нарушил это обещание при этом». Это принципа верности одной женщине, поэтому я проклинаю тебя, и проклятие состояло в том, что он мгновенно составился. И мгновенность составиться для него также означало, что он стал импотентом, он больше не мог доставить наслаждение своей жене. И яйати стал вызывать, апеллировать, что он не мог доставить, что он не мог доставить, что он не мог доставить. И яйати стал вызывать, апеллировать, что он не мог доставить, что он не мог доставить удовлетворение своей жене, которая является твоей дочерью. И яйати стал говорить, что наказывай меня, то действительно наказывай свою собственную дочь также. И Шукрачария, выслушав его взывание, сказал, «Хорошо, если кто-то из твоих сыновей согласится забрать себе на время твоей старости, отдать тебе молодость, то это будет решение». То есть Махараджи Яйати approached his sons, и он сказал, «Хорошо, если я стараюсь, я не могу доставить мою старость. Я не смогу реализовать свои желания, я стану стариком». Итак, Махараджи Яйати обратился к своему сыну. Махараджи Яйати обратился к своему сыну, который называл Пуру. И когда он пришел к своему сыну, он согласился к своему старому сыну. Махараджи Яйати стал обращаться к средним сыновьям, но они тоже все отказывались находя какие-то причины. И когда в конце концов не дошла очередь до самого младшего сына Пуру, который согласился взять старость своего родца. И Пуру даже исполнился и сказал, «Мне извиняюсь, что вы должны пришли и спросить меня. Если я был настоящий сын, я бы пришел и предложил тебе мою сыну в обращении, без тебя спросить меня». И когда очередь дошла до Пуру, то на удивление он даже стал извиняться за то, что его отцу приходится ему о чем-то просить. Он стал говорить, что настоящий сын, он не должен ждать просьбы, а должен сам, понимая потребности и желания отца, уже сделать желаемое. И Прабхупада говорит здесь, что ученик должен сам понять, увидеть желание духовного учителя и исполнить его. Таким образом, Махараджи Яти обменялся своей старостью со своим младшим сыном Пуру. Таким образом, Махараджи Яти вернул себе возможность услаждаться жизнью своей женой. И через некоторое время, когда он уже отошел от всех этих исполненных дел, он вернул назад молодость своему сыну Пуру. Что он сказал? Ну, Пуру был младший сын. Таким образом, появилось обвинение, что не Пуру, он не может быть кукол. Он может быть кукол. Он может быть кукол. Почему Пуру должен быть кукол? Он может быть кукол. Есть пять сынов. Он может быть кукол. И поэтому Махараджи Яти объяснил, что Махараджи Яти Maryland. Он объяснил о том, что был младший сыновей Царю. Однако Яйадзе объяснил, что именно он должен стать царем, несмотря на это, потому что он послужил своему отцу до его молодости. Итак, хотя в жизни царя Яйадзе, в частности в его молодости, были такие непростые проблемные ситуации, все же он был очень благочестивым царем, показывал хороший пример, поэтому Махараджа Барикшина сравнивает с ним в религиозности. Вопросы? Вопросы? Вопросы про друга Махараджа Яйати, Махараджа Шиби. Мы читали на Бхагаватам, и там описано, что он был настолько щедрен, что пожертвовал даже своего сына на благо Государства. А вот вопрос, что это была ситуация, я могу рассказать. Махараджа Махараджа Яйати. Махараджа 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 Шиби. Мы знаем, что Махараджа Махараджа Шиби был член, который был донател, и его собственного сына. Махараджа 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 Махараджа. Оoofplantыму respectively. Меня подумает, что за ситуация был пожертвован сына и почему это произошло? Продолжение следует... Можно еще пару деталей сказать? Я могу прочитать, это прямо один, двенадцать, двадцать, причина Бхагавата, и в середнем комментариях диагностики со жизнью Махараджа Шиби. Написана фраза, во имя людей в своем царстве Махараджа Шиби даже принес в жертву своего сына. Махараджа Шиби даже принес в жертву своего сына. Махараджа Шиби сикрified by his own son. What was that story? I don't know. I never heard of it. Я не слышал это истории. Мы знаем Махараджа Шиби сикрified by the sparrow. The sparrow was being chased by a vulture. The vulture, our eagle, wanted to devour the sparrow. And the sparrow had come to Maharaj Шиби to take shelter. And Maharaj Шиби vowed that anybody who came to him for protection, he would protect them. So when the eagle came to eat the sparrow, he demanded from Maharaj Шиби that that sparrow was my good. So Maharaj Шиби would cut flesh from his body, he pulled in the wake of the sparrow. Мы знаем историю, связанную с голубем, который принял побежище Махараджа Шиби, когда того напал орел. И Махараджа Шиби, этот голубь, обратился к нему, что ты даешь прибежище всем, кто предается тебя, пожалуйста, защитив меня от этого орла. И мы знаем, что Махар Шиби пришлось отрезать свою лось, но в данный защиту этого голубя, предоставить, наверное. The only problem was, whenever he would cut flesh, the sparrow somehow, the flesh would never equal the weight of the sparrow. And he was cutting more and more flesh from his body, but still it could never equal the weight of the sparrow. So finally he was going to cut his own head off. And at that time the sparrow and the eagle, they revealed themselves as demigods, that they come to the sparrow. The sparrow, the marasite. В этом горении, этот голубь и орел, приняли свою реформу у богов, которые объяснили, что они испытывали его на благотворительность. и так же они дают защиту другим. В этом проявляется, и так же они дают защиту другим. Но я не знаю, что он не приходил. Однако мне не приходилось слушать об этой истории своего света. Спасибо большое. Хорошо. Если вы включили учитель демона, кто, получается, он взаимодействовал с людьми, вот эта вот ситуация. И до того, как он стал учителем демона, при этом одновременно он был и в такой роли, и еще взаимодействовал со царями семьи, как это, вроде бы, разные эти роли. Так, как я знаю, Макшавич Твачеви, который был бывший гуру от Асураза. Но мы видим, что он интервезает с орденными людьми, с которыми Асуразами и так же, и так же, так что, это означает, что все эти истории произошли после того, что он стал в путь от гуру Асураза. Здесь упоминяется, что царь религиозный, то значит он на стороне полубогов, получается, он как бы взаимодействует с полубогами посленно, отдавая сын, дочь, жженную такому религиозному царю и одновременно являясь и гуру в этих асурах. Мы не знаем, мы не знаем. Мы не знаем, что царь религиозный, но мы знаем, что царь религиозный, но в то же время мы видим, что царь религиозный, в этой истории мы все же видим, что шупачарик, на самом деле, считается гуру демонов, а тем не менее, здесь взаимодействуют с Махаржи-яйати, в этой истории мы видим, что царь религиозный, что царь религиозный, что царь религиозный, гуру, и он был растяем. И с Кургф, он был очень мощный. Когда Бхалии Махараж был убanton, это су-хру-хру-хру основание. Мы знаем, что Шукарчай имеет сагул для великих личностей, таких как, например, Бхана Махарадж. И когда однажды Бхана Махарадж потерпел поражение, Шукарчай вернул его к жизни. Также Шукарчай упоминается Космарад Кришна в Бхагавргите и все плавения в пути йога. Он является необычной личностью. Когда он стал гуру? Бхана Махарадж, это было очень давно, гораздо раньше, чем пришло Господь Кришна на землю. Мы должны вернуться к появлению Господа Бхана Мадеева, что Бхали Махарадж там и Шукарчай там. Фактически эта история возвращает нас к моменту прихода явления Господа Бхана Мадеева, где явился Шукарчай. Бхана Махарадж был отправлен на одну из низших планет, Шукарчай, где Бхан Мадеев фактически гемоны. Бхана Мадеев фактически гемоны. Поэтому сложно сказать, в какой исторический момент именно проходила эта история в своей международной стране. Бхана Мадеев фактически гемонов. Все, спасибо. Спасибо. Господи Кришна, спасибо за лекцию. Было помянуто, что Радеевы никогда не ел мясо. Он просто такой тоже. То есть в наиболее цивилизованные времена, кшатри, то есть то и так же было насилие, и люди употребляли мясо. Бхана Мадеев. Криш. Это было mentioned here, что Радеевы никогда не ел мясо. Фишка. 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 Что касается самого Махраджа Парикшет, он тоже был на охоте, когда он вдруг оказался, и ашрам на шайнике в джунглях есть разные типы животных, которые иногда причиняют беспокойство в саду живущих в этом джунглях. И иногда шайки отправляются в джунглях для того, чтобы укротить этих животных, например, тигра. Например, царь джунглях, перед тем, как он обрел статус, он охотился на тигра, он взял объем, отправился в джунглях и сразил там тигра, и после этого он стал царь джунглях. И шкура этого тигра впоследствии стала украшать одну из стен его дворца. И так некоторые дики животных, такие как тигра, и волевые, могут причинять опасность садку и живущим в джунглях. Поэтому, чтобы обезопасить и защитить их, шатри убивают этих саду живущих. Поэтому шатри отправляются порой в лес и убивают этих животных. Впоследствии эти нырные тела этих животных, они их забирают под морец и используют для совершения определенных ритуалов. И иногда плачь этих животных, может быть, украшат еще. Поэтому мы видим, что в шатриях есть вот эти склонности или привычки, охотиться и, например, играть в какие-то игры. Например, если кто-то в шатри просил вызов, предложил ему сыграть в какую-то игру, он не может от него оказаться. И иногда в шатриях принимают какой-то алкоголь, то есть жизнь должна быть самостоятельно. Такова часть культуры шатрия в царе, в которой иногда идут плоть, идут погоды, что-то еще такое. Однако на изборец ресторанте дэва отличался от всех остальных целей тем, что было очень много частых, но уже не было места в царе. Иногда мы можем видеть подобного рода людей в каких-то вооруженных силах, в Великой войне, которые едят мясо или вино. Если речь идет о каких-то воинах, то ожидается, что для них это было свойство. Махараджа, хотя бы он был в шатриях, он не был в шатриях, но не имел бы этой скорости. И Прабхупад также говорил, что в его всю жизнь он никогда не пил даже чай. Но Прабхупад сказал, что все его друзья, которые он работал с ним и изучал, они были все мясо-пределители, они были все грязные. Однако в этом он говорил, что большинство его окружения и друзей, они в свою жизнь порой выкладывались перед мясом. И Прабхупад рассказывает, что когда он был молодым, когда он закончил учебы в колледже, он был в Джаганат-Кури. И люди были дадут адресу для своего рода. Поэтому он пошел увидеть его рода, и его рода и его рода пригласил его ехать с ним. Но когда он ехать ехать, он думал, что это я. Прабхупад рассказывает историю, что когда он был юношей и закончил свое обучение в колледже, он отправился в Джаганат-Кури по приглашению отца одного из его друзей. И когда они прибыли туда, то отец поднес им какие-то приготовления, и Прабхупада убитил там мясо. И Прабхупада был удивлен, что кто-то предложил ему еще мясо. И он сказал, что я не могу его ехать. И так же Прабхупада проявлял свою решительность, что он привержен тому, что учил его отец. Все, вот так, вот так. Прабхупада проявлялся. ответа к нашему вопросу от Дикшавуру, и затем мы задаем самую вопрос к кому-то другому. «И это искусство к Святому Мастеру? Может быть, это манифестирование в него?» По русски. По русски. Теперь по-русски. А, да, по-русски. Если мы задаем вопрос духовному учителю, получаем ответ на него, а потом задаем тот же самый вопрос кому-то другому. Побудет ли это оскорблением по отношению к духовному учителю или, может быть, выражение недоверия по отношению к нему? — Нет, я не думаю. Я думаю, что все равно. Вы хотите услышать от кого-то? Вы хотите получить ответственность? Все равно. Если я не считаю, что в этом есть какое-то оскорбление, ученик может обратиться к тому-то еще, чтобы узнать, еще какое-то оскорбление. Вы не разрешены только от того, чтобы понимать, что мы должны понимать, что духовный мастер приходит. Есть много духовных мастеров. Есть не только дикши-гуру. Есть часто люди, которые дают тебе инструкции. Следует видеть духовного учителя в множестве личностей, не только в лице своего собственного дикши-гуру, но также и в других преданах. У вас есть шикши-гуру, есть шикши-гуру, который является для нас предшествующим. Шикши-гуру. Мы можем получать установление из разных уст. Мы не говорим так, что, ну вот, коли вы получили инструкцию водой, только его слушайте, больше никого не слушайте. Это не так. Вы можете обращаться к другим личностям, обращать за восстановлением и обращаться. Я к каждому своему учителю. В общем, я вроде все это мое позиции с Хари Кришном. Просто. Хари Кришном. У меня два вопроса. А существуют принципы целомудренности. Есть ученик, есть учитель, есть какой-то принцип целомудренности, который ученик проявляет, и если есть, то в чем он заключается? Чтобы не обращаться как раз к другим. Продолжение следует... Македж, мы готовы. Продолжение следует... Can we say that still there are certain principles of chastity between a disciple and his guru and certain etiquette or faith that a disciple should consider his spiritual master as special person? So far we'll try to focus on the other side of this topic. On the one side we can address to any other person besides our master, but from the other side still aren't there any principles which a person still should or recommended to follow. It depends on the individual. Everyone is entitled to make their own choice about who their spiritual master is and who is going to be giving them the direction and instruction. This is discussed in the Disciple Course. When we present the Disciple Course, it's explained that we have Shichagurus, Dichaguru and Shilaprabhupa. And it's up to everyone who they want to make their own choice, where they're going to put their faith. Not somebody may just want to put their faith fully in Shilaprabhupa. Very good. Someone else has faith in the Shikshagurus. They're getting Shikshagurus from different people. These Shikshagurus, they may not be initiating, so they for some reason, you know, they never became your Dichaguru, but they're giving you Shikshagurus. You know, we have people like that in Disciple, they don't give initiation, but they give Shikshagurus regularly. There are many people who consider them that this person is my Guru, though he never gives initiation, but he gives regular Shikshagurus. There are many people who consider them their Dichaguru. They have faith in the Dichaguru, that he is connecting them to Prabhupada and to the Disciple. There are many people who consider them that they are in the Dichaguru. So, it's different for different people. Everyone can decide for themselves, where they want to put their faith. Who are you going to hear from? Who are you going to take instruction 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 from? Thank you. And second question. Вы сказали, что если к шантрию бросить вызов, ну, вступить в азарную игру, то он должен, ну, собственно, ответить на этот вызов, это он должен, ну, то есть просто он испытывает такое желание по природе, это его природа, или это он бадхармой должен? Я хочу сказать, что сегодня мы разговаривали о шатуре, если кто-то пытается шатуре, то он должен ответить, почему он должен, потому что это его личность, или это его парма? Да, можно сказать, что это карма, поскольку у шатрия есть определенные предписы на обязанности, они должны показать свою смелость, отвагу, я показываю этим самым примером. Если кто-то бросает вызов, приглашает их к поединку, они принимают этот вызов. Однажды Джарасандхи пришли, Кришна, Кхима и Арджуна переодеты в браманах. Джарасандхи любил раздавать пожертвования, особенности давать пожертвования браманам, вот такая и сцена. Сцена, когда Кришна, Арджуна и Кхима переодеты, конечно, браманов пришли к Луну. Джарасандхи смотрел эти браманах и думал, какие-то странные браманы, такие сильные, накачанные. И поскольку у шатрия с собой оружие носят, то у них на их телах были отметены отношения оружия. И Джарасандхи рассуждал так, что они же браманы, они пришли ко мне, я должен дать вас, появить благотворительность. И эти браманы сказали, Джарасандхи, знаешь, мы хотим сразиться с тобой. И когда эти, так называемые, браманы обратились к Джарасандхи, то по их голосам он понял, что перед ними есть и на самом деле какие-то Акшатрия, у каждого Акшатрия в голосе проявляется его мужество, сила, и в Акшатрии есть это Бишмархава. В общем, по их голосам и интонации он понял, что это Акшатрия. — Итак, что они же говорят, что это Акшатрия. Это Акшатрия. — И выяснилось, что они были. — И они тоже сказали, кто они были. — Кришна. — Он сказал к Кришну, что я не буду сражать тебя. — Он сказал, что ты выиграл из войны, когда я выступил тебя. — Я не буду сражать тебя. — Ну, хорошо, давайте сразимся. И здесь эти браманы явили свое изначальное яйцо, настоящее яйцо. И Кришна в том числе расстрел себя. И Джарасан так еще услышал, как в прошлый раз, когда я бросал тебе вызов, ты же сбежал с поля в бою. Кришна уже уничтожил Джарасан 17 раз. Но на 18 раз был другой демон, Калайапана. Кришна использовал разные стратегии. В течение 17 раз Кришна отражал атаки к Джарасану, и на 18 раз прививших калайапана еще один демон. Anyway, Джарасан made the excuse, he didn't want to fight Krishna, because Krishna had run away the last time. And then he said to Arjuna, he said, you're not strong enough. He said, you want me a good fight for me. And I don't know how to fight you. А что касается Тегабхива, ну вот с тобой бы я сразился. So that's the shatria about that. They want to fight somebody who gave them a good fight. They don't want to fight somebody who is weakling or in fear to them. Итак, таково настроение тшатрия, что бой должен принести им наслаждение, поэтому сражение с более слабым противником неинтересно. И так же Асанта и Бима вступили в схватку и множество дней надлилось. Оба они были равными, в то же время очень могущественными. Никто из них не мог другому убедить. И в какой-то момент Кришна раскрыл один секрет. Кришна took a twig and split it down the middle. And he said, this Jarasandha, he was born in two halves. And so he got the name Jarasandha, means one who was joined by the witch, Jarasandha. The two halves. It happened that a king's wife had given birth to the child in two halves. So the king was disgusted. They thought, oh, no, this is horrible, two halves. And he left the two halves in a forest. But the two halves were formed by a witch named Jarasandha. And she joined the two halves together and brought the child up as her son. Кришна рассказал историю Jarasandha. Он взял в руки веточку, разделил ее пополам на две части и сказал, что Jarasandha, он когда-то был рожден. Но когда царица принялся ребенок, то он был разделен на две части. Они выбросили его вместе. И одна ведьма по имени Джара нашла эти две половинки ребенка и соединила их вместе. Так появился Jarasandha, состоящий из двух частей. Бима схватил Jarasandha за ноги, за одну и за другую, и начал буквально разрывать его на две части, две половины, и выбросил ее в разные стороны. И в этом случае Jarasandha был уничтожен. Но он был демоном, но он был очень харитовым к Брахмане. Так как он был демоном, он совершал благотворительность по отношению к Брахмане. Конечно, Бали Махарача, он был демоном, но Сукра-чария сказал им, Сукра-чария сказал, «Дай богу Брахмане, что это будет очень хорошо для вас». Бали Махарача тоже относился к классу сословию демонов, но при этом Шукра-чария сказал, что «Ты должен раздавать благотворение». Поэтому шатри должны раздавать благотворение. Это их обязанность. Обязанность Брахмана поклоняться Божеству и обучать Писание. Также обязанность Брахмана поклоняться Божеству и обучать Писание. И также обязанность ЦАИ – это раздавать пожертвования, принимать вызовы на родинки, строить игры на завтра. В Карибу нет настоящих шатриев. В этой эпоху нет настоящих шатриев. Однажды, что Прабхупада оказался во друг парке, и там находилась статуя Пикинга. И у Прабхупада спросили, это к шатри? Прабхупада сказал, нет, они были демонами. С обоим сторонам. Еще можно по этой же теме? Вот в этом все время. Законяли? Прямую. Игорь Михайлович, директор А.Семкин